Привет! Как дела? Сегодня рассказ про город Манчестер, в котором я побывала с друзьями в марте 2013 года. Манчестер – один из крупнейших английских городов, который находится на северо-западе Англии в 250 километрах от Лондона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Город стал знаменитым благодаря самому популярному в мире футбольному клубу Манчестер Юнайтед. И я поехала с друзьями туда в основном, чтобы увидеть стадион самого знаменитого футбольного клуба. Ну, а также посмотреть весь город. Этот индустриальный город был в числе центров промышленной революции. Здесь появилась первая железная дорога, соединяющая Манчестер с Ливерпулем. Сегодня, помимо крупнейшего железнодорожного транспортного узла и автобусного сервиса, по городу можно передвигаться на особенных трамвайчиках под названием Метролинк. Торговый ремесленный городок со времен индустриальной революции превратился в один из крупнейших промышленных центров Великобритании. Манчестер стал мировым лидером текстильного производства. А прорубленный 58-километровый канал, который связал город с морским побережьем, превратил Манчестер в порт, обеспечив транспортировку добываемого здесь угля. Достопримечательности города здесь практически не отличаются от любого другого английского городка. Здесь есть и кафедральный собор, и городская ратуша, научные и военные музеи, а также галерея искусств. Интересными местами могут показаться старинная библиотека, построенная в виде собора неоготического стиля, где хранится история Великобритании и английских городов. А также современный Арбат, на котором расположены театры и кинотеатры города. Его полумрачная атмосфера, декорированная в стиле ретро, уносит ваше сознание в 50-70-е годы и навсегда остается в памяти, как неосознанное путешествие во времени. Помимо стадиона знаменитой футбольной команды Манчестер Юнайтед, на который приезжают посмотреть тысячи футбольных фанатов, можно заглянуть в знаменитый Национальный музей футбола, который был открыт в июне 2012 года. Экспозиция этого музея была основана в 2001 году в городе Престон, но по некоторым обстоятельствам перебазировалась в Манчестер. Кстати, кроме Манчестер Юнайтед, в Манчестере имеется другая, не менее знаменитая футбольная команда Манчестер Сити. Но на тот момент, когда я путешествовала в Манчестер с друзьями, я об этом даже не знала, и поэтому стадиона Манчестер Сити в моем ролике вы не увидите. Итак, наше путешествие началось, как всегда, с автобусной станции на вокзале Виктория. Мы сели в автобус ближе к ночи, и уже в 6 утра мы были в Манчестере. Манчестер Сити в моем ролике который мы так и не смогли найти. В 6 утра туалеты на железнодорожной автобусной станции были все еще закрыты, и так вот около двух часов мы ходили по городу и искали, где же можно найти туалет. И так как нам попадалось незначительное число местных жителей, мы решили спрашивать у них, каково же было мое удивление, когда человек отвечал мне, где находится туалет, и я ничего не понимала. Оказывается, именно в Манчестере, а также в Ливерпуле люди говорят на специфическом английском языке, который называется манк, то есть манкунянский диалект. Понять вообще местных жителей было очень сложно, но в итоге ребята, которые дольше меня жили, я на тот момент всего лишь 2 года прожила в Лондоне, и все еще изучала английский язык, поняли, что нам надо идти в торговый комплекс, который уже был открыт, и сходив туда, мы направились дальше гулять по городу. Мы прошли вот этот вот знаменитый красивый Арбат, где не существует никакого транспорта, просто пешеходная дорожка. Как я поняла, дома по обе стороны с перекрытой крышей, такая, как аркада, что ли, и мне там очень понравилось, вот там вот реально какое-то атмосферное 50-х, 60-х годов место, и я даже решила там сфотографироваться, ну потому что реально что-то такое необычное, что запомнилось мне самым главным из всей поездки в город Манчестер. Затем мы прошлись вдоль какого-то собора, завернули на набережную, там немножко погуляли, и попали как раз-таки в Национальный музей футбола. Это достаточно современное, недавно построенное здание, в котором находится уникальная историческая выставка Англии, родоначальница игры под названием «Футбол». Она базируется на четырех этажах огромного стеклянного музея, здание которого называется «Виргис». Здесь можно увидеть тот самый знаменитый кубок футбольной премьер-лиги Великобритании, и также иногда его дают подержать в руках, сфотографироваться с ним, но там создаются очереди, и поэтому я вот сфотографировала мальчика с папой, которые как раз в тот момент, когда мы пришли, имели возможность подержать в руках этот заветный кубок. А также на четырех этажах представлена огромная экспозиция как футбольных экспонатов с прошлого века, форма, мячи, старые фотографии, так и современные кубки, медали. Помимо этого, очень много интерактивных зон, где можно было и поиграть в футбол, и побоксировать, и заняться еще какими-либо другими видами спорта. Затем мы дошли до центральной площади города, наверное, там находится Манчестерская мэрия, ну, в общем, какое-то такое административное здание, а рядом на площади огромный такой фонтан, среди которого бегали дети, фонтанчики играли брызгами воды, и это был выходной день, много народу собралось на площади, какая-то такая неформальная тусовка хиппи была, и что-то они там пели, танцевали, в общем, что-то праздновали. Вот как это было, вам сейчас показываю. А дальше мы сели на вот этот вот знаменитый манчестерский трамвайчик под названием Метролинк, и поехали уже к национальной картинной галерее. По пути сквозь окно я снимала город и увидела, что огромное количество фанатов Манчестер Юнайтед и еще какой-то команды собираются по городу и куда-то направляются. Потом, только уже когда мы подошли к стадиону, уже в конце дня я узнала, что там была игра двух команд, Манчестер Юнайтед и команды из Нориджа. Но об этом чуть-чуть попозже расскажу. В итоге мы доехали до картинной галереи, походили там, посмотрели картины, поизучали, и Маша повела нас в местную библиотеку, которая находится в церкви неоготического стиля. Это было что-то такое интересное. Представляете, такую библиотеку, которая находится внутри церкви. Мы прошлись по нескольким этажам, посмотрели, поизучали какие-то книжки. Я даже сделала пару фотографий, там история Лондона, ещё какие-то. Достаточно интересная такая историческая, духовная атмосфера. Там ещё статуи какие-то, правосудие или что-то такое. В общем, мне понравилось. Очень рекомендую, если кто-то поедет в Манчестер, зайдите в эту библиотеку и посмотрите, как это выглядит внутри. Вот прям реально такой английский исторический дух там летает. А дальше мы направились в современный район Манчестера, который называется Медиа-сити. Сегодня Манчестер застраивается стремительными темпами. Современная инфраструктура разбавляет застройку красно-кирпичной викторианской эпохи. Новые архитектурные сооружения в основном возводятся из стекла, создавая городу свергающий образ. Там в основном находятся медиа, телекоммуникации и офисы. Это что-то типа лондонского сити в Лондоне. Мы направились туда в Императорский военный музей, филиал 2. Про первый, который находится в Лондоне, я вам рассказывала. Кто мне помнит, смотрите в этом ролике. Так просто решили дойти до музея. Но идти было очень долго. Мы шли по набережной, смотрели, как манчестерские ребята готовятся к гонке по академической гребле. Просто тренируются и грибут по какому-то каналу. Еще мне очень понравились различные мосты вдоль канала, когда идешь. Такие ажурные, красивые. Я на их фоне тоже постаралась пофотографироваться. И на другой стороне этого канала я как раз уже издалека увидела этот самый знаменитый стадион Манчестер Юнайтед. Но до него мы дошли уже после того, как посетили военный музей. Там мы немножечко походили. Но в принципе экспозиция, как и везде, одинаковая. Какие-то бомбы, какие-то танки. Но оттуда, что мне очень понравилось, там на самом верху, там несколько этажей, 4 или 5 или 6, я точно не помню. Но вот оттуда, с самого верха, там где находится лифт, есть площадка на свежем воздухе с прорезями среди бетона, где можно посмотреть в окошечко и увидеть с высоты, так скажем, птичьего полета вот эти вот шикарные виды на Медиа-сити, на современные здания в стиле хай-тек, которые я люблю. И там я видела и BBC офис, и другие не менее популярные в Британии офисы. Ну, я пофотографировала, поснимала это все на видео. И оттуда же мне удалось также увидеть стадион Манчестер Юнайтед, к которому мы впоследствии и направились. Подойдя к стадиону, я, конечно же, первым делом сама пофотографировалась, потом поснимала его на видео. Там стояла какая-то статуя из трех футболистов. И мы увидели, что там вот как раз проходит игра, и уже игра заканчивалась. И мы поспешили сесть на трамвай и уехать пораньше, чем вся эта толпа выйдет с футбольного стадиона. Захлестнет нас, и нам будет сложно выбраться с такой толпы и уехать на трамвае к автобусной станции, откуда мы и выезжали уже обратно в Лондон, ближе к вечеру. Так что вот так вот прошел наш день. С погодой нам в этот раз повезло. Хоть и было достаточно холодно, это было еще начало марта, но солнышко припекало, и мы даже немножечко загорели. Вот таким вот было наше с ребятами путешествие в Манчестер. Если еще когда-то удастся мне побывать в Великобритании, я думаю, что стоит еще раз его посетить и посмотреть те достопримечательности, которые я пропустила. Ну и вам рекомендую этот город обязательным к посещению, если вы интересуетесь Англией. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!